Оля, не поперчьи, поехали. Оля, ты там, иди, ребята, иди, иди, подставь. О, боже, какой репорт. Оля, не летай. Оля, дыши. Ничего, ничего. Хочется куда-то поехать, пойти погулять. Но каждый день тренировки, массаж, тренировка. У меня в день две тренировки. Одна в спортзале, после тренировки у меня массаж идёт. После массажа я иду на велик. Я здесь все тренируюсь. С тренером, который в спортзале, у меня есть небольшие с ним разногласия. Мокоточек ровнее держи колея. Сложно. Бывает. Не говоришь, что будет ли все? Резво-резво и сдулся резко. Полик сдох. Как-то сдулась постепенно. Все. Нажимай. Убери вторую руку. Медленно и печально. Нажимай. Без спины, без живота. Хорошо. Медленно выпрямляй. Медленно. Нажимай. Не в сторону. Что у тебя болтает? Вперед. У меня нет уже всего. Давай еще раз. Медленно, сильно. Давай-давай. Нажимай, нажимай. Не болтай. Не болтай руки. Хорошо. Он мне не дает отдыха вообще. То есть, ты тренируешься, надо отдыхать, то ты тренируешься дальше, меняешь упражнения. И так 40 минут пока что. Четыре. Не бросай руки вниз, опускай. Ходили 15, но сложно. Где 15 есть? Здесь плюс 5, 15. Плюс 5 чего? Вверху. Вверху. Коля, один крючок. Пять, два. Щитака. А, я же за это и говорила, вот эту фигню дехать. Ну, так будешь. Сиди соборечку. А что сразу 40? Что не 80? Потому что больше я одна рука не подниму. Я немного. Сиди. Давай, давай. Сиди. Давай, давай. Сиди. Ай. Что ай? Больно. Где больно? В руке, да, и тебе не больно. А, ну. Ой, больно поменять? Ну что? Что у тебя есть для нас? Предлагай. При мне ничего. Ай, не могу. Все, все, все. Так и не палка. Вдыхаем. Он взял говлик. Говлик, хорошо. Не ляжем. Можешь сидеть, мрак. А, ладно. Поднимай. Держу. 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 Последняя операция, которую мне делали на ногу, вернее на ноги и на глаза, была семичасовая операция. После этого мне нельзя было очень много есть, допустим, сладкого, жирного, вообще никакого. Единственное, что можно было, это яблочко какое-то одно немножко. Или что-то еще. И в этот день подружка хорошая привозила куча вкусняшек. Но я не удержался, поел. Меня разнесло. На машину. Все. Так жрать надо больше. Я не ел. Потому и все. Выше руки. Выше. Как мне его так держать? Руки с пузова убери. Я с пузова убрал. Одинай его, конечно. Не могу. Вот так. Бывает. Бери мячик. Сейчас я сниму, чтобы не мешать. Рабочие будни для него – это тренировки. Причем тренировки на результат. Задача поставлена, чтобы он как можно меньше лежал, как можно больше двигался. Двигательная активность для него самая важная сейчас. Он склонен к полноте. И мы понимаем, что крайне сложно дать физическую нагрузку телу, когда у тебя нет двух ног и руки. Должны быть специализированные тренажеры. Должны быть правильно подобраны отягощения на липучках жестких. Ну и так далее. Специальные блочные тренажеры и разные подвесные тренажеры и устройства, которые созданы специально для Коли. То есть их нужно приобретать. Для этого нужны опять финансовые ресурсы. Создать такие условия, которые он будет полноценно тренироваться и прорабатывать все части тела. Понимаете? Это очень важно. Когда ты не имеешь такой возможности, когда нет специалистов, тренеров, то человек, естественно, приобретает лишний вес. А с лишним весом ни о каком результате даже в плавании и быть не может. Есть, допустим, ограничение, что пока что я не могу столько сделать. Ну, тот же упражнение с тренажером. Что пока вес этот я не могу поднять. Есть такое ограничение. А в ограничение пойти куда-то, повеселиться с кем-то, подружиться с кем-то, нет. В день независимости Украины 2015 года Николай Нижнековский потерял, прежде всего своего младшего братика Даниила, потерял две ноги и руку, получил тяжкие телесные повреждения и балконе. Я пошел как бы к нехорошим друзьям, к одному. Ну, пошли гулять. Потом пошли на второй водоем. Возле второго водоема был полигон. На этом полигоне стояла куча ящиков со всяким оружием, патронами, ну, со всяким оборудованием военным. Никто не ухаживал за ним, как бы. Даже не следили. Ну, именно, ну, как бы, куча взяли снарядов. Друг после этого я узнал, что он еще взял ящик с гранатами. Короче, еще оружие взял. Ну, он хорошо, как бы, забрал оттуда. Мы подожгли совместимость, ну, решили, ну, как бы, тротил. Он поджевся, искра попала в детонатор и взорвалась. На самом деле были учения под Мариуполем. Тогда называлось это село Володарское. Учения были открытые. Территория была не ограждена. Было очень много, к сожалению, брошено или закопано оружия. Я ничего не чувствовал. У меня была шоковая боль. Я ничего, как бы, не чувствовал, но плохо видел. Все было в белом, как в тумане. Я очнулся в Запорожье в больнице тяжелой, где тяжелые лежали. Сначала ничего не понимал, потом видел, что у меня нету конечностей трех. И уже все понял. Он был очень грустный, демотивирован, брошенный, скованный, ошеломленный болью этой. Прежде всего, наверное, душевной. У него была психологическая травма, это ощущалось. Ему не хотелось общаться. Ему хотелось, чтобы оставили его в покое с самим собой, чтобы он разобрался прежде всего. С собой уже смирился с положением. Да, я переживала, мне было как бы неприятно, что на меня все смотрят. Еще мне не нравилось, что много приходили и вечно спрашивали. Журналисты очень часто приходили. И обидно было, что они брали. Смотрите, а что брали? Ну, что я специально туда, ну, я хоть и специально пошел, что я сдавал металл, помогал бабушке, сдавал деньги, что мы бедно жили. Да, мы бедно жили, но как бы не жаловались. Потому что они задавали тот же вопрос, что случилось. И ты сразу вспоминала, что случилось после этого. Учился все заново делать. На то время ходить не мог, потому что протезов не было. Научился писать, переучиваться на левую сторону. Учился как бы, ну, все позаново. Завязывать шнурки, ходить в туалет, одеваться, все одной рукой. Все позаново. Все из детства. Все как мы начинали. Протезы делали мне в Канаде очень хорошие, очень качественные. Правда, они немного схалтурили в том, что сделали как бы детские ноги. Это единственный был минус. А так шикарные протезы. Я бы, если была бы возможность, чтобы я не как бы не так вырос, я бы их до сих пор носил. Ну, очень хорошие протезы. Вот размер какой, а, здесь размер нужно быть. 36, ну, посмотри, или 30? 30. Я расту, и мне пора делать взрослые протезы. Они со временем как бы увеличиваются, стопа и сам протез. А сейчас у меня должны делать, ну, как бы, скоро-нескоро операцию на ногу. Потому что я расту, кости растут. Если не делать операцию на кости, не отрезать их, то, как бы, может прорвать и будет очень плохо в этом плане. Кость, она упирается в протез нижней, как бы, часть впереди. И его или расширяют, как бы, вперед, или отрезают, как бы, кругляшок. Как бы, меняют под кость. Вот. Вот. Вот, вот, вот. У, 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 двери, а что ты здесь? Нет, надо закрыться еще. Играет музыка. больше нагрузку дашь тогда когда ты стоишь полностью рост тогда когда ты согнутой а когда полный рост а ну присядь я сейчас проверю сейчас свободно все равно немножко да давай пойдем попробуешь хорошо вверху картины часто опять же под нагрузкой проверяет без нагрузки проверяется сюда под нагрузкой здесь плотненько хорошо два месяца я учился ходить поддержка с кем-то или или возле стенки были два таких корочных я ходил потом после двух месяцев я уже ходил но под руку еще с кем-то потом со временем я начал уже сам ходить без поддержки и еще дальше уже в этом ну как бы не прошло еще полгода я хорошо ходил уже я пускал что это сложно вот просто расслабь мышцы сейчас спину росла нет почему я тебе рассказываю учиться нужно ты стоишься можно знать как подойти к стенке сейчас есть один пример облокотись спиной еще ближе еще чуть-чуть на стопы что ты не так вот и чуть-чуть вперед и сам как тебе удобно не это мне кажется что слишком много ты можешь так упасть и расслабься так вот тренироваться почему не получается это один из мы стараемся да я понял мы стараемся исключать исключать слово не могу из лексикона просто вот слово не могу не существует ты слушай что тебе говорят и говоришь хорошо я понял час в день я буду так стоять тренироваться час в день я буду стоять тренироваться по 10 минут начинай с малого времени 10 минут потом 15 минут через неделю 20 минут и ты через месяц будешь стоять час нужно максимально самостоятельно слова не могу тебе не даст этой самостоятельности нет и не соплёт вот эти вот границы и стереотипов большое давление подожди подожди не хитрю пожалуйста вот это начинает крутиться сейчас уже вот это вот начинается больно так скажи что больно поливиста поля вы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть он, ну, понятное дело, человек с ограниченными возможностями, с большими ограниченными возможностями. Но как он оперативно переодевается, сам переодевается. Далее одевание шапочки. Не все полноценные люди могут быстро и качественно одевать шапочку. Он с этим справляется. Плюс ко всему полностью, если даже спрашиваешь, помочь. То есть видно, что ему будет тяжело что-то сделать, но он все равно старается все сделать самостоятельно. В этом огромный плюс. Если я много плаваю, то мне потом крепатура сложна после этого. Если я плаваю, допустим, час-два, то это еще нормально, как бы. Крепатуры почти нет. Ну, я, ну, первый раз, когда я плавал, мне было сложно, ну, как бы, перестроиться на одну руку. А сейчас я уже просто по опыту привык. Коля, пальцы вместе держи. И постарайся, чтобы ладошка у тебя всегда была открыта. Потому что делаешь грибочек, а потом сюда ее подворачиваешь. Ты делаешь грибочек, все, ладошка, она зафиксирована. Грибочек вперед, грибочек вперед, ладошка открыта. Хорошо? Не сгибай ее в кулачок. Свободно. Хоть и руки нету, но культя сама, она легкая, и всплывает. И это, как бы, мне даже в плюс идет. Мне легче плавать из-за этого. Но еще, еще опускаешься. Грибочек закончил и пошел туда вниз почему-то опускаться. Подержи, попробуй себя подержать на поверхности воды. Ну, сейчас свободно плавешь, тоже последи за этим. Грибочек закончил, и не вниз туда бросаем, а вперед. Вперед, ты же вперед плывешь. Сейчас два свободно. Я вижу его желание, его позитив. То есть, как бы, знаете, когда бывает детей, приводят бассейн, а они, как, даже не знаю, с чем сравнить, но упираются, но не хотят они этого. То есть, некоторые заставляют. Коля приезжает с удовольствием, поэтому заниматься делом надо любым, в удовольствие. Как тренер он хороший, но мне, я же привык, у меня были тренера жесткие. Они сказали, ты должен сделать. Но плавали очень много, как бы. И мне сейчас сложно перестроиться, что правильная техника, правильнее, как бы, правильно все делать. Смотри, в брасе самая большая ошибка, это когда кисть вот так вот загибается. Это большая ошибка, нельзя. Ладошка, кисть, предплечье должно быть одно целое, оно должно быть ровное. Ни в коем случае нельзя загибать кисть. Ты быстрее от этого не поплывешь. Должна вся рука участвовать, предплечье все. Поэтому здесь должно быть ровно. Значит, сейчас смотри. Отдыхаешь, можешь выдохи в воду поделать. И мы с тобой плывем 10 минут, Коля, 10 минут. Выбираешь себе средний темп и плывешь без остановочки. Считаем бассейны, сколько ты проплывешь. Ну, метры, бассейны, как тебе удобнее. Понятно? И потом я тебе крикну, и ты остановишься. Хорошо? Быстро, быстро плыть не надо. Ну, максимально быстро не надо. Выбираешь себе комфортный темп, но в этом темпе должен себя подержать и проплыть. Давай, ты сам выплываешь, я начинаю засекать. Та плавучесть, которая у него есть, ему дают все оптимистические настроения на чемпионство. Почему нет? Осталось определить категорию, в какой выступать. Возрастная категория он проходит, мысли есть. Работает он тоже с неплохим медалистом. Поэтому я готов его довести до первой любой медали. А далее объяснить, что шаг от третьего или четвертого, или от финала до первого места, он небольшой. Для меня эта цель стать параолимпийским чемпионом. Но через год у меня будут, как бы, главные мои соревнования. Во-первых, это заработать, потому что в параолимпиаде очень много, как бы, дают денег. И плюс это полезно плавать. Коля, смотри. Ну, раз, снимай, снимай и слушай. Мы, мы с тобой... Я возьму. Сам сделаешь или помочь? Мы с тобой пока большую работу не делаем в бассейне. Мы с тобой просто наплавываем и отрабатываем все тонкости и моменты, нюансы плавания. Понял, да? То есть пока никакой нагрузки там особо большой нет. Но ты должен помнить, что за этими моментами, за этими нюансами надо следить. Надо следить, надо помнить. Поэтому я тебе говорю, когда я тебе говорил, я просто забыл тебе напомнить. Я думал, ты сам, ну, остановить тебя уже не мог. На левую, твой поворот на левую руку. Ты рукой доплываешь и ей уже отталкиваешься. Мы об этом говорили с тобой на прошлой тренировке. На спине. Помни, что голова должна лежать ровненько на спине. Тебе будет легче плыть. Брасом. Помним, что у нас после грибочка есть скольжение. И не вниз, а вперед. Нарабатываем эти моменты. Договорились? Прекрасно. Давай. В Канаде мы приехали на пикник, где есть большой водоем, где рыбы можно посидеть, половить. А есть маленький водоем, где можно даже руками ловить рыбу и сразу ее пожарить на том месте. Я засел на большое озеро, ну как бы озерцо, закинул удочку и сразу вытащил с рыбой. И так таскал минут пять, очень много наловил. Ко мне посбегали все с большого озера поближе. Но никто так и не мог очень быстро словить никого. И напоследок, когда я закинул, когда уже не было ночевки даже, закинул на удочку, вытащил большую рыбу за хвост. Я везучий. КОНЕЦ